Всем привет! Решил я свою кухню немного подострить, поэтому сегодня я вам покажу, как я готовлю аджику по-аджарски. Начнем! Для аджики по-аджарски мне понадобится крупная соль, мне понадобится кориандр, мне понадобится хмели-сунели, мне понадобится уцко-сунели, мне понадобится чеснок, немного оливкового масла и мне понадобится перец чили, который я уже нанизил на нитки и подвешу его буквально на 5 дней, чтобы он подвялился. Все ингредиенты, их вес вы найдете под видео. Ну вот, прошло 5 дней, чили мои подвялились, они висели у меня возле батареи и с 500 грамм, которые я подвесил, осталось 285 грамм. Теперь плодоножки убираю, разрезаю пополам и удаляю семена. Вот так обратно стороне ножа, спокойно убираем их. Я, как вы видите, одел одну перчатку, то есть именно на ту руку, которую я буду чили трогать. Итак, все последующие чили очищаем от семян. Чили я очистил от семян, если пару семечек осталось у вас, это ничего страшного, можете так их оставить. Порезал немного помельче и теперь я буду все это перемалывать. Я буду это делать в кутере, но так как кутер есть не у каждого, то вы можете воспользоваться мясорубкой. Вот мои специи, которые я применю при приготовлении аджики. Это удско-сунели, буквально пол чайной ложечки, хмели-сунели, пол чайной ложечки, соли 15 грамм, кориандр. Кориандр я взял полную чайную ложечку, я его предварительно немного прокалил на сковороде и взял я 50 граммов чеснока. Так, ну перво-наперво я помещаю кориандр в мою машину, буквально пару зубочков чеснока и начинаю все дело перемалывать. Так, аромат пошел. И вот теперь я сразу загружаю весь чили со всеми оставшимися специями. У меня машина очень сильная, поэтому она справится с этим за один раз. Если вы будете делать через мясорубку, это займет какое-то определенное время. Если бы у меня не было кутера под рукой, то я бы использовал свой маленький измельчитель. На нем, конечно, не так быстро, но тем не менее я бы получил необходимый результат. Добавлю буквально маленькую капельку масла, совсем немного, и начинаю перемалывать. Проверю, что у меня получилось. Добавлю еще немного масла, потому что слабая сцепка. Ну, я добился желаемого результата. Машину я отключаю и буду теперь перекладывать мою готовую аджику по банкам. Я до этого просматривал видео, как делают аджику. И народ говорит, вот горло дерет. Я думал, притворяются. Нет, не притворяются. Дерет на самом деле. И причем очень хорошо. Несмотря на то, что я довольно, вполне спокойно отношусь к острым продуктам. Ну, вот, как вы видите, аджики у меня получилось немного. Ну, примерно 350-370 грамм. Но мне этого будет вполне достаточно. И убираю в холодильник. Если вам понравился этот рецепт, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Еще один немаловажный момент, который бы я хотел отметить при приготовлении аджики. Я лично рекомендую брать минимальную порцию, все-таки минимальную, 500 грамм чири свежего и выше. У вас будут просто-напросто большие потери при приготовлении в мясорубке. Поэтому обратите на это внимание. А так, в принципе, все. Попробуйте приготовить такую аджику. Если вы отдаете предпочтение к острым блюдам, то такая аджика просто обязана быть на вашем столе. Ну, а теперь все. До новых встреч.